С 2015 года в стране была внедрена новая система образования. По всей стране пилотный проект реализуется в 30 школах, в их числе и два образовательных учреждения Жамбылской области. В новом учебном году учащийся трех классов обучается по новой программе. Для школьников созданы все условия, классы оснащены современным оборудованием и обеспечены специальными учебниками. Подробнее в материале. Теперь по новой системе учащиеся могут выставлять оценку своим одноклассникам. Предыдущая пятибалльная система оценки кардинально изменилась, то есть все действия школьника будут тщательно проанализированы. Новый метод оценивания пробудит их стремление к знаниям, говорят учителя. Данную программу, соответствующую мировым стандартам, разработали ученые Назарбаев интеллектуальной школы и Кембриджского университета. Новая система обучения приобщит детей находиться в постоянном поиске знаний. Мы учимся по новой программе и она нам очень нравится. В классе мы работаем в группах и оцениваем друг друга. В субботу у нас выходной и я много времени провожу со своей семьей. Я с удовольствием хожу в школу. Пилотный проект успешно реализуется в двух школах области. Одна из них школа лицея номер один имени Пушкина в селе Кулан и многопрофильная гимназия номер 41 областного центра. Школа лицея номер один имеет 110-летнюю историю. Третьи классы в этом году пошли свыше 100 детей. Согласно новой системе дети учатся пять дней в неделю, а начиная с 2018 года уроки в третьих, шестых, восьмых классах будут проводиться на английском языке. На данном этапе идут подготовительные работы. Впрочем, учителя отмечают свои плюсы данной системы. Плюсы в чем заключается? Сейчас у нас оценочная система, как раньше нет. Мы ввели новые оценивания, это критериальное оценивание, куда входит формативное оценивание и суммативное оценивание. Благодаря вот этой оценочной системе дети выражают свои мысли свободно, могут говорить, выражать свои мысли, мнения, учатся работать в коллективе. И они ведут себя как-то более раскованно и свободно, чем было раньше. Что хорошо, раньше у нас была система 80 на 20, говорил 80% учитель, а 20 ученик сейчас, это поменялась система. У нас в основном говорят дети, а учитель только направляет. Преподаватели многопрофильной гимназии 41 города Тараза прошли курсы повышения квалификации в Астане. В результате здесь не возникло трудностей при переходе на новую систему образования. Процесс обучения строится таким образом, что все учащиеся класса вовлекаются в активные действия по овладению целями учебной программы на уроке. В начале урока учащиеся совместно с учителем ставят цель, которую они будут достигать на уроке. Учитель в данном случае находится на один шаг позади своих учеников. Он является их наставником на уроке. Учащиеся в результате определенной деятельности достигают поставленных целей. Наши учащиеся уже владеют навыками самоанализа и самоконтроля. Такой подход к образованию очень положительно влияет на учебу детишек. В будущем учащиеся старших классов также будут оттачивать свои знания по интегрированной программе. После 12 лет образования они станут гражданами страны, свободно владеющими тремя языками. Рамина Мирзалимова, Гаухар, Избай, Умерта, Ибраев, Служба новостей.